Имби Уолт Представляет Индейские практики сновидения Фильм второй Фильм второй Сила Ягуар Индейское искусство сновидения Как практика саморазвития Берет свое начало В четвертом веке до нашей эры Становление этой практики Восходит культуре алмеков Которая на протяжении Долгого периода времени Была саморазвитой И процветающей цивилизацией Мезоамерики Исторические факты Свидетельствуют о том Что именно культура алмеков Стало базой На основе которой Сформировались Многие другие Развитые цивилизации Мезоамерики Развитие практик сновидения Было связано С поклонением Главному божеству алмеков А впоследствии И других Южноамериканских культур Ягуаром Ягуар Почитался как Верховное божество Управляющее делами земли Согласно другим источникам Ягуар Управлял Также стихией воды Таким образом Соединяя в себе Две важнейшие Для алмеков стихии Землю И воду Которые являются Основными Формирующими энергиями В практиках сновидений Все практики сновидения Были связаны Прежде всего С умением Взаимодействовать С духом Ягуара Считалось Что для того Чтобы прийти в контакт С духом Ягуара Необходимо достигнуть Определенного состояния Тела и сознания Причины По которым Индейцы Стремились к этому контакту Были разными От извлечения болезней До обретения Дополнительных сил И знаний Сновидение Было одним из способов Достижения этих целей Для практик Использовались места силы Пещеры Или углубления в земле В которых жрецы Вводили себя В определенное состояние Осознания Прийдя в контакт С духом Ягуара Практики Начинались Полвочь Самое благоприятное Время Входа В мир и сновидений И могли продолжаться От двух И до шести часов Если жрец Обладал Достаточно силой То он мог Своей энергии Помогать другим В развитии уровня Осознания сновидений Ввиду того Что сновидение Связано с использованием Энергии Земли и воды То наилучшими Учениками Ягуара Были сновидящие Женщины Так как Их природная Структура Помогает Накапливать И усваивать Эти энергии Благодаря культуре Алмегов Искусство Сновидения Приобрело Очертаемые Формы И стало Практикой Глубокий опыт Многих поколений Позволил Создать Систематизированную Традицию Которая Впоследствии Была передана Или использована Последующей Цивилизации Сапотеков Шло время Одна эпоха Сменялась Другой Но традиция Передачи Знаний Не терялась Так До нас Дошла Практика Сновидений Которая Поныне Живет Среди Индейцев Являясь Одной Из основных Способов Самосовершенствования И поддержания Связи С духом В культуре Индейцев В нашу Эпоху Это знание Приобрело Общественную Огласку Благодаря Магудону Хуану Его ученику Карлосу Кастанеби Который Создал Наиболее Емкое И полное Описание Этой Традиции Согласно Состоит Состоит Кастанеби Существование Кастанеби 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 В данном видео вашему вниманию представляется комплекс под названием «Сила Ягуара», связанный со вторым прыжком, с накоплением и развитием силы сновидения. Сила Ягуара Паз первый. Смещение. Подготовительное движение. Основная задача первого паза – подготовить энергетическое тело сновидению к накоплению энергии. Для этого необходимо изменить энергетическое состояние физического тела. Отсюда и название паза «Смещение» или настройка тела на энергетические потоки. Особенности. Исходное положение на правом боку. Несмотря на то, что весь комплекс выполняется в горизонтальном положении, необходимо соблюдать принцип выстраивания и сохранения энергетической оси тела, которая, в свою очередь, связана с осью сновидения, осью змеи, работа с которой осуществляется в первом комплексе ось змеи. При выстраивания оси энергетические сосуды тела, такие как стопы, колени, бедра, живот, локти, грудь, грудь, и горло увязываются в единую энергетическую структуру, что позволяет ориентировать как физическое, так и энергетическое тело в пространстве сновидения и накапливать посредством этих сосудов энергию. Для того, чтобы потоки сновидения не просто улавливались, но и усваивались, необходимо контролировать энергетические сосуды тела за счет усилия концентрации. Стопы собраны. Кисти располагаются на бедрах, рядом с коленями. Собираем кисти по отношению к центрам ладони. Локти и колени образуют единую линию, что позволяет не перекрывать область живота и груди. Делаем первые три движения с правой стороны. Во время исполнения движения кисти рук продолжают быть собранными. Рука, движущаяся вниз, контролирует промежность, пространство нижних миров. При подъеме ноги стопа останавливается рядом с коленом, создавая тем самым дополнительную горизонтальную связь. Контролируем ось тела. Затем поворачиваемся в другую сторону. Концентрируемся на сохранении оси тела. Это позволяет удерживать достигнутое состояние смещения энергии. Очень важно удерживать связь верха и низа, тем самым не давая энергетическому телу быть раскрытым и терять энергию при движении. Сохраняя принципы собранности тела, повторяем те же движения три раза с другой стороны. На последнем движении останавливаемся и опираемся на локоть и колено. Затем выводим левую руку из-под промежности и одновременно переходим в положение лицом вниз. Голова опирается на запнутые кисти. Очень важно во время исполнения этого движения следить за синхронностью выполнения движений рук и ног. Движения нужно выполнять, опираясь на работу всего тела, или точнее сказать, на работу энергетической оси, а не делать движения только руками и ногами. При правильном выполнении тело совершает поступательное движение вверх и вниз по отношению к оси тела, опираясь на левое плечо и бедро. Паз второй Собирание силы Ключевое движение От качественного исполнения этого паза зависят дальнейшие результаты выполнения всего комплекса. От того, насколько сконцентрировано удастся подойти к этому простому движению, будет зависеть, занимаемся ли мы физкультурой или реально осуществляем внутреннюю работу. Этот паз направлен на собирание животом энергетических потоков сновидения. Если ваш живот достаточно расслаблен и раскрыт, то таким простым движением и хорошей концентрацией возможно пополнять запасы энергии и сновидений и в дальнейшем использовать ее как на совершенствование самого сновидения, так и на повседневные нужды. КОНЕЦ Особенности Исходное положение Голова лежит лобной частью на руках, которые замкнуты и образуют первое энергетическое кольцо, небесный затвор. Ноги так же, как и руки, запнуты и образуют второе энергетическое кольцо, земной затвор. Живот расслаблен и совершает поступающее собирательное вращение. Таким образом, живот зачерпывает в себя энергетические потоки и направляет их в центр. Затем, меняем положение тела и плоскость вращения. При этом, руки и левая нога образуют энергетическую воронку захвата энергии. Левая стопа рядом с правым коленом. А кисти лежат друг на друге. Совершаем вращательное движение, вращаясь животом влево. Происходит собирание энергии левой половиной тела. Далее, поворачиваемся вправо и образуем воронку собирания энергии правой половиной тела. Теперь вращаем живот вправо. При выполнении этого паса, очень важно сохранять живот расслабленным. В противном случае, напряженный живот не позволит наполнить тело тонкими энергиями, а только остановится на захватывании грубых вибраций, что впоследствии может привести к негативным результатам. Расслабленный живот служит определенным фильтром в энергетическом пространстве, который позволяет усваивать соответствующие энергии. Добиться расслабления живота можно только посредством достаточно хорошей концентрации. Одно порождает другое, взаимодополняя друг друга. Во время захвата энергии слева и справа, очень важно сохранять выстроенную ось, иначе энергия не будет направляться телом в живот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Паз третий Прыжок Ягуара Ключевое движение Этот паз направлен на трансформацию и уплотнение набранной энергии. Когда нижняя сфера активизирована в трех направлениях, и энергия начинает собираться в области живота, то дальнейшим шагом является ее усвоение. Третий паз состоит из трех основных движений. Первое – это увязывание внешнего кокона и сферы живота, хранилища силы, что позволяет максимально сконцентрировать набранную энергию в области живота. Следующим движением мы словно перетираем эту энергию, что позволяет более эффективно осуществлять процесс трансформации грубого в тонкое. Переходя в положение Ягуар на охоте, мы за счет максимальной собранности тела и сознания уплотняем эту энергию в области живота. Данная последовательность должна быть повторена два раза полностью, а на третьем повторении переходим в следующий паз. Особенности Выполнять собирающее движение необходимо по отношению к животу. При этом необходимо опираться на живот и сохранять его максимально расслабленно. За счет раскручивания энергетической спирали переходим в другое положение – ловушка. В этом положении правая стопа находится под левым коленом, тем самым замыкая нижнюю сферу. Кисти собраны, предплечье в параллельной земле. Руки помогают животу трансформировать энергии, находящейся вне внутренней сферы. Удерживаем ось тела, контролируя ее в вертикальном положении в момент поворота поясницы. Тем самым помогаем животу в трансформации и сохранении энергии в области внутренней сферы. С третьим поворотом переходим в положение ягуар на охоте. Очень важно, чтобы в этом положении все части тела были собраны по отношению к животу, тем самым выстраивая процесс собирания и уплотнения энергии в области внутренней сферы. Далее повторяем те же движения в другую сторону, противоположную по отношению к исходному положению. Еще раз отметим важность сохранения расслабленности живота и выдерживания принципов собранности оси тела, как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Данный паз позволяет накопить и трансформировать достаточно энергии для выполнения следующих преобразований. При необходимости можно делать эту последовательность от трех до пяти повторений. При правильном выполнении данного движения практикующий должен ощущать плотную вибрацию в нижней области живота. Субтитры создавал DimaTorzok Паз четвертый. Выброс силы. Подготовительное движение. Данный паз направлен на активизацию накопленной энергии и ее подготовку к дальнейшему изменению и перераспределению. Особенности. В этом движении сначала осуществляются три наклона вперед для нагнетания дополнительной вибрации в области живота. Очень важно, чтобы наклоны осуществлялись за счет нижней части спины. Спина при этом должна быть прямой и позвоночник растянутым. Плечи опущены, бедра и колени немного приподняты, чтобы не терять связи между ногами и животом. Стопы замкнуты, формируя нижнее кольцо. Кисти параллельны земле и при наклонах следуют за движением тела. Стараемся удерживать их собранными. Когда наклоняемся вперед, не теряем ощущения спины. Далее выполняем переходное движение «Выброс силы», которое осуществляется за счет движения поясницы. Руки следуют за движением живота и сами по себе не двигаются. Хотя движения этого паса достаточно просты, в этом и заключается их сложность. Без должного осознания работы всего тела Невозможно достичь слаженной работы сознания, тела и энергии. Именно в точном исполнении самых незначительных на первый взгляд движений содержится ключ к постижению глубинных уровней практики. Пас пятый. Крылья. Подготовительное движение. Как и в предыдущем пасе, здесь продолжает происходить процесс трансформации и перераспределения накопленной энергии. Этот пас осуществляет процесс распределения энергии между левой и правой, верхней и нижней частями тела. Особенности. В данном движении необходимо обратить внимание на контроль над собранностью всего тела и синхронного исполнения движений рук и ног. Только в таком случае можно говорить о достижении, равновесии и распределении энергии между различными частями тела. Только так можно достичь контроля своего энергетического тела, которое непосредственно связано с физическим телом и является его прямым отображением. Субтитры создавал DimaTorzok Ключевое движение Если все предыдущие пасы были исполнены с достаточной собранностью, как тело, так и сознание, то этот пас подтвердит вам качество проделанной работы. Этот пас направлен на питание и усиление энергетической оси тела, в которой измененная энергия начинает подниматься из области живота в виде спирали и распространяться до самой макушки. При этом физическое тело может испытывать мелкие спиралевидные вибрации, обусловленные раскручиванием энергии из низа живота. Особенности Чтобы данный процесс имел контролируемый характер, следует максимально соблюсти принцип собранности тела. Стопы замкнуты, колени и бедра подобраны к животу, образуя нижнее кольцо. Локти упираются в колени и образуют среднее кольцо. Спина прямая. Позиция позволяет активизировать энергетическую ось. Живот расслаблен, что позволяет энергии максимально раскручиваться в нижней сфере и подниматься вверх. Такая концентрация на положении заставляет энергию не рассеиваться по всему телу, а направленно циркулировать вверх. Если накопленная энергия не претерпела достаточной трансформации, то ей сложно будет подниматься вверх самостоятельно. Поэтому желательно максимально активизировать живот за счет концентрации, а посредством растянутого позвоночника заставить энергию двигаться вверх. На физическом плане это усилие создается за счет небольшого вдавливания подбородка внутрь, так, чтобы давление от него передавалось в макушку. Сохраняя это усилие и продолжая активизировать живот, можно добиться желаемого результата. Если вам действительно удалось достичь правильного состояния при выполнении этого паса, то вам не нужно делать каких-либо дополнительных усилий, а лишь сконцентрироваться на ощущении в нижней части живота и дать энергии самой подниматься до макушки. Пас седьмой. Полет. Подготовительное движение. Данный пас направлен на активизацию сферы сновидения, которая связана с областью груди и особых центров, отвечающих за контроль сновидения. Посредством реверсного движения рук активизируем центр груди и ему противоположный центр между лопатками. Особенностей. Во время выполнения этого движения следим за тем, чтобы наклоны совершались за счет низа спины. Только в этом случае будет происходить циркуляция энергии между тремя сферами сновидения. Плечи должны быть расслаблены и собраны по отношению к груди. Тогда движение будет реально активизировать, а не блокировать энергетические центры. пас восьмой, спящий ягуар. Ключевое движение Данный пас является заключительным в этом комплексе, который можно рассматривать как стража между повседневным миром и миром сновидений. Комплекс сила ягуара позволяет качественно активизировать вторую сферу сновидения за счет работы с осью и первой сферы сновидения. Он также является дополнительным источником энергии для реализации других техник сновидения. Особенности Стопы закрыты, колени и бедра подобраны к животу. Кисти находятся рядом с коленями, локти опущены вниз, но при этом не прижаты к телу. Туловище немного отклонено назад, чтобы вызвать легкое напряжение в области низа живота. Удерживаем за счет концентрации энергетическую ось. Наполняем живот. При достаточном опыте рекомендуется делать этот комплекс в осознанном сновидении для набора необходимой энергии, а также для выстраивания связи между энергетическим и физическим телом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!